коллеги добрый день с вами сергей наумовский в рубрике совет недели на канале автомаркетолог компания как сотомотив является одним из крупнейших в мире поставщиков технологии услуг автобизнеса они также делают очень глубокие и подробные исследования авторынка одно из очень важных исследований которые они делают это путь покупателя автомобиля как покупатели ищут автомобиль какие для них моменты являются важными какими менее важными что делает их удовлетворенными а что приносит клиентам разочарование совсем недавно вышло исследование путь покупателя автомобиля в двадцать третьем году в ближайшие недели я опубликую полные полную статью этого исследования переведенную на русский язык вы сможете с ней ознакомиться на канале автомаркетолог но это исследование настолько важное что я хотел в сегодняшнем выпуске бегло пробежать по основным моментам и посмотреть что клиенты ищут в двадцать третьем году хочу сразу отметить исследование про авторынок сша однако большая часть моментов которые там обозначены они могут быть использованы в российских реалиях психология клиентов с потребителей сша очень близко к психологии клиентов россии давайте посмотрим что хотели клиенты при покупке автомобиля двадцать третьем году и так как я сказал мы бегло пробежим по исследованию подробно вы с ним сможете ознакомиться в рубрике мнение эксперта на сайте автомаркетолог в ближайшие недели я там эту статью опубликую и так посмотрим кто купил автомобиль в двадцать третьем году и почему на данном слайде будет показано какие автомобили куплены клиентами какие поколения купили какие автомобили и опять-таки что их привлекало то есть профиль покупателя важно отметить что в двадцать третьем году перекрестное внимание среди покупателей еще больше возросло другими словами клиенты некоторые клиенты купили новый автомобиль хотя искали автомобиль с пробегом и наоборот искали автомобиль с пробегом купили новый автомобиль состояние предыдущего автомобиля более старый большой пробег оставалась главным фактором покупки были другие веб-сайты дилерских центров продолжают расти в использовании в то время как другие упали с пика в двадцать втором году из-за нехватки запасов дилерский сайт имеет критически важное значение профиль покупателя покупатель электромобилей больше всего ориентируется на сторонние сайты почему на сторонние сайты они считают их независимыми они считают что их мнение не предвзятое в двадцать третьем году удовлетворенность процессом покупки автомобиля улучшилась более эффективный процесс помогает сделать взаимодействие более эффективным дилерские центры сша уделяют огромное внимание удовлетворенности клиента давайте посмотрим как они это делают удовлетворенность покупками выросла в первую очередь за счет покупателей автомобилей с пробегом то есть опыт покупки автомобилей с пробегом повысился за счет того что давайте посмотрим за счет чего покупатели электромобилей более активно участвуют в интернете используя омниканальный опыт и остаются наиболее удовлетворенными обычно покупатели электромобилей они более технически продвинуты больше любят цифровизацию и это позволяет им оставаться более удовлетворенными сокращают время процесса удовлетворенность опытом работы дилерских центрах улучшилась в ключевых областях как среди новых так и среди покупателей автомобилей с пробегом здесь будет показано какие аспекты были вызвали наибольшую удовлетворенность клиентов после спада в двадцать третьем году больше покупателей наслаждались улучшенным качеством обслуживания на этом слайде вы сможете увидеть какие клиенты остались более довольными менее довольными или их мнение не изменилось больше выбор лучшие склады активная работа с дилерским центром и более выгодные предложения также помогли повысить удовлетворенность особенности покупатели автомобилей с пробегом почему потому что цены немножко опустились нехватка автомобилей снизилась и цены соответственно улучшились клиенты довольны это очевидно благодаря доступным более совершенным цифровым инструментом процесс покупки стал быстрее и эффективнее в двадцать третьем году вот это ключ к пониманию удовлетворенности клиентов цифровизация процесса все больше покупателей переходит на омниканальность что это значит дилерские центры сша дают возможность клиенту сделать ровно столько шагов онлайн сколько клиент считает необходимым а потом бесшовно перейти во взаимодействие с дилерским центром в шоуру больше покупателей электромобилей были в основном цифровыми и пользовались омниканальным опытом как я говорил ранее покупатели электромобилей они более продвинутые и любят цифровизацию любят технологии при этом они остались более удовлетворенными что говорит только о том что цифровизация помогает повысить удовлетворенность клиентов покупатели в двадцать третьем году прошли более быстрый путь время которое клиенты тратят дилерском центре является основным фактором разочарования и сокращение этого времени позволяет поднять удовлетворенность клиентов опять-таки цифровизация это то что позволяет сократить время клиентов дилерском центре удовлетворенность длительностью процесса среди покупателей электромобилей продолжает расти опять-таки потому что они более цифровые покупатели они больше времени больше шагов делают на интернете потом заканчивают покупку в дилерском центре Предзаказ более распространен среди покупателей электромобиля. Они готовы ждать, они готовы заказать автомобиль, ждать и получить именно то, что они хотели. И в конце исследование дает основные выводы. Владение автомобилем остается, то есть клиенты не считают, что транспорт должен быть в каршеринге или какими-то там другими способами, когда автомобиль делится между участниками. Личные автомобили остаются актуальными. В 2023 году удовлетворенность процессом покупки в целом улучшилась за счет сокращения времени, за счет цифровизации. Опыт в дилерских центрах остается позитивным. Покупатели в подавляющем большинстве предпочитают омниканальный подход к покупке автомобилей, цифровизация. Опять-таки, столько шагов онлайн, сколько клиент считает необходимым, и потом бесшовный переход в прямое взаимодействие с дилерским центром Showroom. И покупатели электромобилей были наиболее удовлетворены процессом покупки в 2023 году, опять-таки, за счет большей цифровизации. Итак, коллеги, как я сказал ранее, полную статью вы сможете почитать в рубрике «Мнение эксперта» на сайте автомаркетолог в ближайшее время. Однако, это очень важный исследование, не игнорируйте его, цифровизация и правильно построенная цифровизация взаимодействия с клиентом, удобство клиента, это то, что приносит клиенту удовлетворенность. Это очень важно. Удовлетворенность клиента приводит к более высокой лояльности к отделу сервиса, где дилерские центры могут зарабатывать деньги, и к увеличению вероятности повторной покупки. Это очень важно. Это очень хорошее исследование. Рекомендую внимательно прочитать, обдумать и применить по возможности в ваших дилерских центрах. Продолжение следует... Продолжение следует...